друзья всем привет ну у нас последний скажем так тест мы попытаемся найти причину косяка на hyundai причину сетки вариантов много разных технологам звонили тоже четкого ответа никто само собой не дал да и не даст я этого не знаю но тем не менее большое предположение что это черная база себя так повела но я это откидываю поэтому мы все панели кроме одной какой-нибудь красим серебро о черным тем же чем и крашеная скажем так там подложка была на капоте чем вот эти крашены одну панель серебром покрасим и вот и одну и вторую панель мы завалим девяносто первым лаком кто с которым у нас получилась проблема на хендей а остальные панели черные которые заодно и ватт потестируем кстати а то мы за него забыли остальные панели мы завалим вот этими лаками и посмотрим если сморжопа которая была на hyundai у нас пойдет и здесь и здесь на одинаковом лаке то это лак я завтра с утра заеду специально это доснять то это лак нас именно сейчас больше дождяносто первым интересует а остальные лаки мы поюзаем просто здесь пощупать их кстати блин давайте может быть сейчас у нас сейчас остается раз-два-три панели раз-два-три лака может номер на фиг 88 я бы хотел и ади попробовать до 60 и вы просили а я забыл ади тут есть у димы может быть сейчас поговорим я бы хотел адис это попробовать вот она тот который я в одессе попробовал но не понял потому что я первый слой реально кинул жирно то есть вот такую схему я хочу сделать два две панели этого его надо добить перепроверить скажем так и три панели вот этим просто попробовать глянуть что там да как она кстати будет заодно четко сравнение понимания как себя вот этот 91 ведет относительно всех остальных на нормально уже высохших усевшихся то есть тут и грунт у нас уже до конца сел лаки посадились и перетерто все нормально и мы вот проверим как себе поведет этот 91 с которым у нас проблема получилась в отношении к другим и в том числе его сородичу итак у нас сейчас две панели под 91 лак это конкретно последний шанс этого лака себя реабилитировать и шлоочку дали такую же то есть все нормуль ничего не это не тянется за пальцами продолжаем а Дальше у нас 81 лак, пистолет, все настройки, все тоже. Рассмотрим все четко. Все сухо, давай дальше валим. Блин, вам далековато, наверное, но штатив дома забыл. Дальше. 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 Далее у нас идет ИВАТ, ХС, попробуем как он себя покажет, не знаю вообще что это за лак. Густоватый лак. Густоватый, вот он тянется в процессе. Если те привычные, а вот интересное отличие я сейчас глянул. На серебре у меня пошел надрыв, на черном, то есть все одинаково наносилось, вообще одинаково прям, ничего не пошло. То есть база тоже играет роль. Так, ну еще надо чутка дать ему. Так, пробуем четко. Дальше, что все UN ничего. Дальше. Смотрите продолжение в следующей серии. Он уже прям начинает растягиваться. Мы понаблюдаем. Так, ну и следующий, последний у нас идет 1 до 60, полтора слоя вот сюда. Вот, вот это тот пыл, который мне надо было сделать в Одессе. Но лак густоватый, я что-то в Одессе сделал его реально огромными каплями. Сейчас 2 минуты и валим. А сверху у нее есть чеснезу. Вот это, блядь. На, братан. Прошла ночь. В помещении так, ну, градусов 18 было. Посмотреть. Так, первым мы наносили 91 лак. На черный видно сверху припыл. Пока лакировали следующий. Поэтому сверху ничего мы особо не глянем. Сбоку. На серебре вот даже лучше смотрится. Не мешает ни мусору, ничего. Ну, чуть-чуть села шагрень. Ну, так, чтобы села прям так сильно, как у нас на бампере получилось. Непонятно. То есть, мы хотели получить как бы такой же результат, но прям такого же сильного не видно. Шагрень есть, глянец есть. Если полирнуть это все дело от мусора, будет хорошо. Следующий был 81. Вот в 81 шагрень более растянутая. Он как-то даже лучше натягивается. Тут уже было поменьше, потому что второй лакировалось. Ну, и чуть-чуть присел. То есть, подмутнел, как бы. Не подмутнел, не знаю даже, как это описать. Очень много мусора. Это Адди у нас. Ну, Аддик, в принципе, как высох, так и высох. Ну, его чуть-чуть получше влить, мне кажется. Ну, ничего, ни сетки пока что не видно. Ни на одних, ни на других. Прошла ровная ночь. И ИВАД. Ну, ИВАД, честно, автоваз один в один. Даже не надо было ничего делать. Он сам. И ИВАД, как мне кажется, он как вот высох через 20-30 минут. Так больше никуда не подвинулся. У него самый лучший глянец сейчас из всех. Потому что очень крупная шагрень, высокая и здоровая толщина. Но зато, если он сядет, это будет явно видно. То есть, на такой шагрени, когда она падает, ее очень хорошо видать. Не знаю. Короче, в итоге тот результат, который был на бампере, явно не просматривается сейчас на лаке. Сетки такой крупной нет. Посмотрим, может, если через время будет какой-то явный провал, попросим, чтобы отправили видео. Панели с собой забирать не хочу. Не влезут просто в машину, нормально. Я их пошоркаю, чтобы доехать. Если будет время, в Киеве переделаем, что-то попробуем. Нет, тогда оставим на потом. Я все равно планирую делать какой-то масштабный тест всех лаков, которые у нас есть в Украине. Тогда будем вспоминать, что у нас было. Ну, а пока что все.